Вы не фашистская организация? Ну, сейчас узнаете по вопросу. А кто вас знает? Может, вас надо гостить сразу? В связи со смертью известного оппозиционера Бориса Немцова мы решили узнать у жителей Екатеринбурга, знают ли они, чего хочет наша оппозиция. Не мудрствуя лукаво, мы задали прямой вопрос. Чего хочет оппозиция? Ой, трудно ответить на этот вопрос, что именно. Непонятно. Непонятно, да. Конкретно наша оппозиция? Я не знаю, чего она хочет. Не знаю. Знаете? Сбаланса в стране. Большинство опрошенных не понимает, чего реально хочет оппозиция. А вот, как вы сказали, сторонники оппозиции. Я, наверное, не могу сказать, что можно определенно ответить на этот вопрос. Оно достаточно-таки у нас разноплановое. Последняя их программа, те мысли, с которыми они собирались входить на сегодняшний марш, я не слежу за новостями в последнюю неделю, но, тем не менее, она адекватная. Они говорят о необходимости все-таки перестройки экономики, о необходимости превращения каких-то внешнеполитических конфликтов. То есть, в таком ключе. Ну, по сути, расширение там, или реализация, скажем так, перечных гражданских свобод. Ну, как-то так. Как мы видим, сторонники оппозиции видят ее главную цель в расширении гражданских прав и свобод. Эти оглашаемые цели укладываются в русло либеральной идеологии. А понимают ли люди, и в частности оппозиционеры, в чем сущность либерализма? Мы решили спросить у жителей Екатеринбурга, знаете ли вы, что такое либерализм, и как вы его понимаете? Не могу сказать. Вы его понимаете? Нет. Нет. Я не люблю либерализм. Вы знаете, что это? Да, я знаю, что это такое. Вы его понимаете? Я плохо к этому отношусь. Не считаю это нормально. Ну, а как вы его? Что это такое вообще? Ну, просто я не люблю это вот и все. Что это? Вот взгляды либерализма, вы это имеете в виду? Ну, не знаю, мне не нравится это. А что вам не нравится? Просто не нравится. Я опущу ответ на этот вопрос. Ну, я не знаю, что такое либерализм. Либерализм. Ну, либеральное это, на мой взгляд, как сказать, что такое либеральное, как объяснить? Ну, нет, ну, что-то лояльное такое, что-то такое терпимое. То есть, вот, либеральность, это, как говорят, вы либеральничаете. То есть, вы, как бы, стараетесь понравиться всем. Вот как-то так. Можно дать определение? Наверное, политика основана все-таки на реализации действительно гражданских прав и свобод, в том числе в ущерб, конечно, социальным гарантиям каким-то зачастую. А вот тут давайте остановимся и послушаем еще раз. Наверное, политика основана все-таки на реализации действительно гражданских прав и свобод, в том числе в ущерб, конечно, социальным гарантиям каким-то зачастую. Давайте разберемся, что такое гражданские права и свободы. Если перефразировать то, что об этом написано в Конституционном праве 2002 года, то можно сказать, что это возможность и гарантия реализовывать свои желания, если они не противоречат закону и не ущемляют прав других людей. А теперь разберемся, что такое социальные гарантии. Перефразируя финансовый словарь, социальные гарантии это право человека на труд, адекватное вознаграждение труда и право каждого гражданина получать вознаграждение за свой труд, достаточное для поддержания нормальной жизнедеятельности. Возникает вопрос, могут ли люди реализовывать свои гражданские права и свободы, если у них нет денег даже на еду, одежду, дом и нет возможности их заработать? Конечно нет. Тогда становится понятным, что реализовываться и права и свободы при ограничении социальных гарантий могут только те, кто умеет хапать деньги. То есть фактически оппозиция предлагает нам вернуться в Россию 90-х. Для тех, кто не знает, как было в 90-е годы, посмотрите на сегодняшнюю Украину. Фактически оппозиция борется за право узурпировать власть в стране. Как об этом случайно оговорившись, сказал один из представителей оппозиции Алексей Навальный. Самое главное, что должно случиться, мы должны вновь продемонстрировать, что граждане России готовы к тяжелой, рутинной политической борьбе. Вот с этими людьми, которые ни в коем случае не отдадут нам свое право бесконтрольно обогащаться и узурпировать власть в стране. Не отдадут нам свое право бесконтрольно обогащаться и узурпировать власть в стране. В целом либеральная идеология не может привести к построению справедливого общества, потому что она не запрещает деградацию. Более подробно об этом рассказано вот здесь.